зашла в кипайский магазинчик тут точно есть эти фильтры наверное посмотрю вообще что тут есть тут уже все по новогоднему довольно таки это новогодний заборчик если у вас дома нет можете вот такой взять враг не пройдет если взять такой заборчик то наверное здесь модно такой заборчик ставить рождественские праздники то что их тут много с каким-то веточками шишками какие-то домики для это рождественские такие эти там где овечки сидят точно я думаю что это за домики шишки солны звезды купола на любой вкус есть какие-то колядные ряженые товарищи плюшевые прикольно у них так быстро все вот это появляется новогодним еще полтора месяца до нового года а уже все появилось да тут конечно ходить не переходить тут разбор ряд рамок и холстов новогодний став подъехал дедушки-морозы санта-клаусе вот такой вот тут чайна-таун наверное или как это назвать они есть по всему миру и здесь не исключение вот я сюда зашла посмотреть что тут есть вообще да тут все есть если честно я уже вижу то о чем вы даже не знали а у нас здесь есть зеркала букалы всякие перечницы солянки для круп бутылки да я наверное очень быстро снимала да нужно приходить когда-то когда не будет пакета в руках еще и здесь все тщательно снимать ну если будет еще надо конечно что-то тут прикупить а мне кроме вот этого удлинителя который я задумала купить больше ничего-то и не надо пока что хотя я тут похожу еще чуть-чуть и уеду домой на грузовике товаров нагребусь а потому что тут все такое прикольное вот этот ряд посуды хотя мне владелец квартиры который сдал ее все закупил практически необходимое первой необходимости вещи но я бы тут много чего взяла еще например вот эти качаные кукурузки или лука или чеснока а это что такое арахис что ли на веревках садовые фонарики еще какие-то фонарики о мне еще нужна лампочка я уже вспомнила у меня там есть торшер а в нем нет лампочки но только не вспомнил какая там нужна точно надо было зафотографировать вот тут весь садовый инвентарь есть семена даже есть так а что тут у них по семенам я хочу какие-то цветы себе вырастить на балконе перчик а вот и цветы кстати ну я не знала что это даже на русском языке что ли я помню что у нас дома такие цветы мама выращивала вот некоторые из этих ну что это за цветы как они там точно разрастаются можно ли их выращивать в горшке ну вообще теории все можно выращивать в горшке ну это под вопросом это капусточка я уже вижу лук перец светла, кабачки, редиска лук лук так ну ладно или зайду там зайду посмотрю тут искусственные прибамбасы украшения зелененькие так вот тут земля наверное или удобрения я не знаю что это грунт какой-то уже с минералами ну вазоны конечно знатные я вот сейчас для сравнения покажу свою руку вот и этот вазон размеры впечатляют вазоны какие-то тумбочки вентиляторы ну все что тут актуально прогнозы а это эти подставки под горшки для цветов то есть эти горшочка очень много какие-то удобрения или это от паразитов что-то я даже не знаю наверное удобрения вот такие прикольные вазоны очень мне понравились вот эти на цепочках видишь сами горшки подставки я вот вот горшочки прям такие сразу один длинный ну прикольно их можно на балконе у меня очень большой балкон длинный и там очень много поместится горшков и здесь цветы цветут круглый год практически поэтому можно попробовать заняться тут только у экстремально криворукого человека только не будут расти цветы может я конечно этот человек ну не должна не должна а у всех остальных будут очень таки цвести хорошо цветочки потому что им очень здесь климат подходит их не надо прятать на зиму в дом цветы они могут быть на балконе а балконы практически все с солнечным светом ну вот они практически все балконы на которые хоть какой-то промежуток времени попадают попадают солнечные лучи поэтому многих на балконах есть цветы и довольно таки много их такое чувство что балкон это для цветов ну может так и есть конечно вот какие-то интересные инсталляции возыки это тоже для цветов кстати прикольно если туда цветочки посадить деревянные это как вроде бы поделки какого-то ученика третьего класса паровозик или машинка что это это мини поддоны тоже для пушков цветов скорее всего какие-то животные тоже какие-то вазончики в виде животных тут рассматривать и рассматривать сейчас еще вот тут посмотрим что тут есть черепахи украшения всякие фигурки будды будды каменные во двор кто живет сейчас на доме лягушки ого прикольный ежик на шишке белки черепахи на желудях лягухи а это что-то водоплавающие садовые гуники поросята такое чувство что летающие коровы это зоопарк вот еще в виде домика это все горшки для цветов в виде бутылок о прикольно в виде бутылки вот эти вот для острова самое том мне кажется такие горшочки разбитая ваза тоже прикольно змеи не хватает вот такие вот каменные для острова самое том мне кажется топ иду еще фильтр может мне такую штуку для полотенец прикупить не сейчас не сейчас чтобы фильтр найти всякие лоточки это скучно и неинтересно эти пластмассовые леечки лоточки канистрочки тарелочки кстати резервуары для воды прикольно а может это для вина это резервуары кому для чего конечно вот тоже прикольная штуки есть с отсеками есть без отсеков сплошняком мусорные ручки всякие метелки ведра тоже для метеополов скорее всего баночки мочалочки щеточки расчесочки на любой вкус вот тут даже механизмы для унитаза есть я смотрю надо иметь ввиду что здесь такое есть всякие краны сифоны сливы дождики мусорки небольшие ванны туалет может для кухни тоже подойдут маленькие маленькие всякие крючочечки все все уже где-то что мне нужно коврики а это даже шторки картина это штора для душа для душа мне нравится такая вот корзина бельевая вешалки тоже прикольно причем у них цена демократична вот там 20 с чем-то евро вот такая прикольная и с полочками даже вешала вот эта я не знаю сколько стоит вот эта полочка для обуви 9 с чем-то евро и тут еще тоже по 4 есть для обуви полочки блин 4 евро полочка совсем-таки дешево вот по 7 но это больше уже этих этажей на полочке коврики всякие глядишь так я и найду что мне нужно это столики столочки столчики вот такие вот для разного возраста деревянные даже стриманки здесь гладильные доски это какие-то картины или рамки вот это кстати очень популярные штуки это бельевые веревки которые к стене просверливаются на балконе они складываются раскладываются очень удобно складываются к стене прилипают и не мешают и не надо сушку бельевую эту раскладывать выносить постоянно которая занимает там часть балкона большую вот эти штуки очень прикольные если немного одежды одновременно сушить сушить не и плечики вот эти нужные тремпеля тоже не сегодня не сегодня это как-то я сюда приеду найму грузовичок и затарюсь причем цены такие демократичные вот такая вот сушилка 26 евро 29 19 18 вот что такое за строитель или че-то ой, а тут я не пройду тут отдел для животных всякие миски а это что пледы для животных давай это пледы для животных это не шутка ё-моё пледы для животных вот даже животные здесь нарисуем потому что это отдел для животных а я и думаю что тут эти пледы делают Вот это пледы для животных, товарищи. Отдел для животных, пледы для животных. Для собачек и котов ваших любимых. Если они у вас мерзнут, то нужно заходить сюда и подбирать специальные пледики. Потому что нашими человеческими животные недостойны укрываться. Это правильно. Так, тут пошли строительные штуки. Ее, мне надо будет еще рулетку, чтобы длину мерить, прикупить как-то. Может, владельца квартиры спрошу, когда приедет, чтобы мне покупать. Потому что часто нужно что-то подзамерить, а это нечем сделать. Итак, где же то, что мне нужно? Пойду сюда. Что тут еще? Я смотрю. Гладильные доски. Это покрывало, кстати. На гладильную доску это какие-то, типа, шкафы. Органайзеры для одежды. Коробки. Нитки. Пряжа. Пряжа. Стельки. О, тут нитки, иголки. То я даже не подумала, что тут можно такое приобрести. Нитки, иголки, пожалуйста, на любой вкус. Довольно-таки много. Это что-то для... А, это крючки для вязания. И нитки, наверное, тоже. Тут вот нитки. Их тут много, да. Я в них не разбираюсь особо, но тут их столько сортов. Ну да, если пледы для животных, отдельный ряд выделен для них. Тогда что говорить уже о пряже. Какие-то штучки, пуговички, заклёпки. Тут, кстати, тоже можно подобрать. Резинки для носков или трусов. Не знаю, для чего. О, вот это то, что мне надо. Я это нашла. И там сейчас большая дилемма, что же выбрать себе. Насколько розеток взять эту штуку себе. Какую, такую, всякую. Я это нашла. Так, что это такое? Пять метров. Четырнадцать евро. Боже, она какая-то тяжёлая. Мне нужно пять метров длиной. Мне, наверное, пять метров длиной не нужно. А сколько там? Пять розеток, пять метров. Он может взять... Блин, зачем мне пять метров? Мне три хватит, наверное, метра. Она просто такая тяжёлая, если пять метров. Или взять пять метров. Не знаю, ну, что делать. Прям дилемма какого-то. Будет какие-то попроще. Или посложнее. Тут больше розеток. А сколько метров? Ну, указано, тут... Какая-то за десять евро. Сколько там метров? Я не вижу. Три метра. О, три метра. Прямо взять на пять метров. Там, мне кажется, вот эта вот подойдёт мне. Вот эта вот штука подойдёт мне. Или брать на больше розеток. А здесь уже на пять метров. Так, сколько уж у меня там ещё половых этих приборов. В принципе, на четыре, по-моему, с головой хватит. Вот, на три метра я думаю, тоже за головой хватит. Вот, возьму его. Вот этого товарища. На четыре розетки. Вот, что-то есть получше по качеству железок. Нет, это похоже на качество. Вот, опять, получше идёт. Так, вот, три метра тоже на пять. Три метра. А, вот. Что это такое? Вот, тут это можно взять тоже так неплохо на пять. А вот эту, наверное, возьмём на пять с запаской. Хотя, наверное, сечение этого провода разное. Это не одинаковое. Куда мы сегодня тут относим? Назад. Не знаю, где она была. Вот, вот лампа. Лампочка это делебная, на самом деле. Так, на 28, по-моему, было. Ну, насколько уж... Насколько уж вата там была максимально указана. На лампе, я не помню. Какую там свечу, брат. Нет, там, в принципе, расширенный такой этот... Сам вот этот плафон, поэтому можно брать и такую. Где там была вот эта стандартный цоколь. Ну, было написано там максимально, сколько ватная у меня может быть. А я не помню, тьма. Так, свой пакет тут подавляю. Так, вот, дилемма, дилемма. Ну, 40, а там было, по-моему, 28 максимально. Ладно, лампа не сегодня будет. Еще раз почитаю, что там написано на моей... Оно там в моем торшере. И потом уже... Приду сюда и прикуплю. Тут тоже рай всяких товаров. Может, какие-то гантели есть. Шиньоны прицепные. Лёстыри. Ну, и все, я думаю, кассу хватит уже на сегодня. Тут уже я перегружена слегка. О, кстати, ничего не было. Это, наверное, в следующий какой-то день, не сегодня. И поэтому на сегодня и пока. Чао, мои подписчики. До встречи в следующих видосиках. Пишите в комментариях, что вам бы было еще интересно посмотреть на Тенерифу в быту. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайки обязательно. Не забывайте. Люблю вас, ценю, уважаю. До свидания til таблицы! До свидания! До свидания!